Молодежка-адмирала хоккейный клуб «Тайфун» уступил подмосковным «Атлантам». Накануне приморские спортсмены на льду в Уссуриске проиграли со счетом 3-4. Весь матч хозяева были в роли догоняющих. «Атланты» открыли счет уже на 36-й секунде встречи. Точный бросок на свой счет записал Денис Миллер. Он же на седьмой минуте удвоил преимущество подмосковного коллектива. В середине периода, благодаря голу Ахметянова, «Тайфун» вернулся в игру. А во втором игровом отрезке Илья Шукалов сравнял счет 2-2. За минуту до финальной сирены «Атланты» забросили победную шайбу. Сделал это Щербаков. Из-за поражения «Тайфун» опустился на 13-е место в конференции «Запад». Юношеский состав хоккейного клуба «Адмирал» продолжает свое выступление на первенстве России дивизион «Сибирь-Дальний Восток». Наши спортсмены стартовали в рамках первого этапа в ноябре. Тогда «Адмирал-2004» досрочно выиграл группу «В» и перешел в компанию более сильных соперников из группы «Б». Сразу после новогодних праздников юные моряки отправились на второй этап престижных соревнований. Подопечные Сергея Наконечного в Барнауле проведут 7 встреч с 5 по 12 января. На данный момент после пяти туров в активе моряков три победы при двух поражениях. Несмотря на это, ребята еще сохраняют хорошие шансы на повышение в классе. Для этого нужно занять первые два места в группе. Сейчас «Адмирал-2004» на третьей строчке. Ребята на год младше тем временем бьются в Северске за выход в группу сильнейших. После пяти матчей занимают четвертое место и сохраняют также шансы на выход в элиту. Ребята бьются изо всех сил, но травмы преследуют наши команды. У 2005 года основной вратарь со сломанным пальцем играет. А у 2004 года один из лидеров Дима Школьников руку сломал, рассказал директор детской и юношеской спортивной школы «Адмирал» Сергей Филин. Основной состав хоккейного клуба «Адмирал» 12 января начнет первую в новом году домашнюю серию. В гости к морякам приедут рижские «Динамовцы». Подопечные Александрова начнут игру в краевом центре со смешанными чувствами. 6 января они крупно обыграли на выезде «Медвежчак», а уже через день в упорной борьбе уступили Слованов 3-2. Алина Черненко, новости спорта на восьмом. Алина Черненко, новости спорта на восьмом.